В Ухтинском поселке Водный практически устранили последствия аварии в системе теплоснабжения, которая произошла 8 декабря. Как сообщает региональное управление МЧС, запущены магистральные и квартальные линии. Котельная работает в штатном режиме. По состоянию на 19.00 остаются частично неподключенными 16 домов. С места события Роман Истомин. За окном минус 27. В домах поселка Водный по улице Ленина батареи едва теплые. Люди ходят в верхней одежде, чтобы как-то согреться, жгут электричество и газ. Звонили в ЖКХ, ночью где-то в 3 часа запустили центральную трубу, сразу же пошла вода, слив в подъезд. Звонил ночью диспетчеру, потому что весь пар шел в подъезд, все отсыревшее. А так спасаемся, за обогревателями ездил, потому что в поселке все раскупили, пришлось в город ехать, обогреватели покупать. И круглыми сутками газ горит у нас у всех квартирах. По одной из версий, из-за перепада напряжения вышел из строя котел местной кочегарки. В экстренном порядке коммунальщикам пришлось сливать воду из систем отопления и менять часть коммуникации. Мэр Ухты Игорь Леонов написал на своей странице ВКонтакте. Уважаемые жители, возникли дополнительные технические трудности с восстановлением теплооснабжения. Все, кто нужен, задействованы. Примите меры для сохранения тепла в домах. После устранения поломок и запуска аварийного котла в дома начали подавать воду. Однако не все трубы выдержали большого давления. У меня соседка крикнула, Таня трубу прорвала. Мы побежали к ней, начали вытирать все, и тут падает просто потолок. Сейчас в поселке работают ремонтные бригады из Ухты и Сосногорска. По состоянию на 15 часов только 19 домов оставались непосприченными к отельной. На социальных объектах теплооснабжение восстановлено в полном объеме. Роман Истомин, Юрий Иглов, Кирилл Ганько, телеканал Юрган, Ухтинский район.